Всем доброго вечера. Очень-очень приятно снова выступать на этой конференции потрясающей. Моя сегодняшняя тема – это система работы с командой через марафонные игры. Я для себя открыла этот формат работы с командой, что он дал мне и моей команде. Понимание, что это удобный и действенный способ именно собрать команду, потому что когда ты являешься лидером большой структуры, когда уже у тебя в команде не 10 человек, а намного больше, а тысячи, то команда, скажем так, начинает немножечко разбегаться, растекаться, и даже на классических обучениях, которые ты вроде для команды ведешь, людей бывает тяжело собрать. Очень часто вы, наверное, такое замечали, когда к вам в команду приходят люди, и вроде бы им нужны деньги, и вроде бы они даже замотивированы, но приступая к обучению, что-то как-то надламывается. Ой, нету времени, ой, заболел ребенок, ой, муж против, ой. И вот наступает вот это вот очень-очень-очень много ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, для того, чтобы лучше команду обучать, собрать, прокачивать, в то же время и какое-то внести расслабление, получить дополнительный заряд энергии и позитива, чтобы то же самое обучение людям было не в напряг, а в удовольствии. Очень, опять же, часто такое бывает, что люди приходят, хотят зарабатывать денег, но все хотят через удовольствие, согласитесь. Работать не хотим, тяжело, лениво, много прокрастинации, а вот получать удовольствие все хотят, особенно от работы, так плюс еще потом и денежку получать хорошую, замечательную. И вот такую возможность как раз дают марафоны игры, когда ты ведешь работу с командой методом марафонов. Марафоны можно проводить ежемесячно, можно раз в какой-то период, раз, два, три, четыре месяца. Марафоны можно проводить и с партнерами, и с клиентами. То есть, если, к примеру, в вашей сетевой компании есть формат клиентской регистрации, и ваши люди очень много работают с клиентской базой, клиентская база большая, к примеру, у вас одна из технологий работы в партнерской сети, это через технологию клиентские чаты, то марафоны можно проводить не только с партнерами, но и направленные на клиентов. Сейчас я тоже об этом буду рассказывать. Так вот, к чему я пришла? Что обучение в формате марафона всегда проходит эффективно, а в формате игры плюс еще и повышает ответственность партнеров. То есть, когда проводишь марафон, в основном участвует каждый человек сам за себя. Формат игры, он позволяет объединить людей, какие-то мини или макси команды, тут уже как вы решите, и это у людей вызывает большую долю ответственности. Люди проявляют себя более ответственно, понимая, что если вот они сойдут с дистанции, они подведут целую команду. То есть, если вы хотите не только получить результат, но и повысить на долю ответственности у своих людей, у партнеров или у тех же клиентов, то лучше проводить этот формат именно в виде игры, а не марафона. Так вот, какие же марафоны бывают? Что я для себя открыла, работая со своей командой? К примеру, марафоны можно проводить в одну неделю. Какие они могут быть? К примеру, это клиентские марафоны. То есть, в одну недельку можно в себя включить именно марафон для клиентов, направленный на углубленное изучение определенной темы. К примеру, если у вас компания с большим количеством продукта, с большим ассортиментом, с большой продуктовой линейкой, и вы видите, что ваши партнеры физически не успевают до клиентов доносить весь смысл, всю выгоду, всю красоту, всю прелесть, все качество вашей продуктовой линейки. Вы видите, что клиенты, к примеру, зациклились на покупке какого-то одного продукта. К примеру, если есть вот в компании возможность выкладки, когда вы видите, да, какие покупочки совершают ваши клиенты, из какой серии, из какой категории. Так вот, раз в три, в два или в четыре месяца, это не обязательно делать часто, можно проводить клиентские марафоны, направленные как раз-таки на подробное изучение той или иной продуктовой тематики, того или иного продуктового направления вашей компании. То есть, еще раз повторим, партнеры ведут свои, к примеру, клиентские чаты, каждый сам за себя, и вот раз в три месяца вы объявляете о марафоне продолжительностью одну неделю для прокачки какой-либо темы, естественно, с последующей продажей продукта, изучению которого и будет посвящена эта неделя. Можно делать вход в этот марафон, к примеру, покупка продукта с дальнейшим его разбором на марафоне. Но все-таки я увидела, что лучший результат, клиенты как считают, что зачем мне что-то лишнее покупать, на марафон этот заходить, я и так нахожусь в клиентском чате, к примеру, вот у своего консультанта, зачем мне что-то знать еще. Но если сделать какое-то интересное предложение, интересную какую-то красивую, вкусную картинку, где вы объясняете, вот почему надо войти на марафон, что вот там будет интересно, вы узнаете вот такую-такую-то информацию. Если вас еще поддержат ваши же вот консультанты партнерской сети, и вы договоритесь, что, к примеру, вот на этой неделе марафона они не будут вести клиентские чаты. Вот это на самом деле самое эффективное. То есть когда люди в клиентском чате понимают, что вот во время этой недели будет тишина, и тот, кто очень сильно подсажен вот на это общение, на этот движ, как модно говорит сейчас, на этот вайп, они придут на этот марафон, понимая, что все равно на этой неделе в их чате, вот где они не находятся, в их сообществе, все равно будет тишина. Естественно, подобные марафоны должны активно рекламировать свои же консультанты в своих клиентских чатах, призывая людей туда пройти, что вот мы будем все вместе, одной большой, огромной командой, нас там будет еще больше людей, еще веселее, еще энергичнее, прокачивать, рассказывать, узнавать вот об этой теме. Так вот, что важно, когда вы проводите марафоны для клиентов? Естественно, чтобы все клиенты были зарегистрированы, иначе могут быть потери. Да, кто-то, может быть, кому-то очень сильно спикер понравится, или там он по каким-то ссылочкам пройдет, ну то есть лишних ссылок, конечно же, оставлять не нужно, и желательно, чтобы просто все клиенты, заходящие в этот марафон, они были зарегистрированы. Вот и все. Единственное условие. То есть ничего дополнительно покупать не обязательно, потому что вы в течение марафона будете, к примеру, рассказывать о какой-то линейке продукции, или, к примеру, о какой-то новинке. Вот интерес больше проявляют клиенты, когда вы о каких-то новинках рассказываете. То люди с удовольствием приходят, и уже в конце марафона, даже в течение марафона, уже могут этот продукт купить, проникнувшись вот в эту информацию. Понятно, что, да, действительно, продукт стоящий, продукт качественный, продукт нужный, а я почему-то на него внимания не обращал. Итак, я вижу вот только плюсы одни из марафонов для клиентов, в чем, что идет смена спикера, то есть люди немножечко меняют взгляд на продукт, на информацию, это тоже очень полезно. Возможность, естественно, лучше изучить тот или иной продукт, в котором люди не знали или не обращали внимания. Или, к примеру, консультант в своем клиентском чате почему-то на этот продукт или на эту серию внимание не особо обращал, а она очень ценная, качественная, хорошая. Опять же, это отдых, к примеру, для ваших консультантов, как старичков, так и для новичков. Повторюсь, когда проводится марафон для клиентов, лучше вот всем договориться, что именно на этой неделе идет отдых. Все клиентские чаты не работают. Работает только чат марафона, где, к примеру, один ведущий, ну, например, вы как лидер команды, или уже там по договоренности со своими лидерами. То есть вы можете договориться, что каждый день на этом марафоне выступает определенный спикер из вашей структуры от такого-то ранга. Ну, или объявить на общекомандном вебинаре, что, ребята, кто вызовется, кто захочет поделиться своими знаниями, своими эмоциями. Вот о данной линейке, пожалуйста, вы тоже можете выступить как ведущий. Так тоже можно попробовать, чтобы люди чуть ниже рангами и статусами проявили свою инициативу. Это всегда полезно для продвижения, когда вот человек чувствует себе эту силу и пробует что-то новое в виде того, чтобы побыть спикером на таком глобальном мероприятии. Не только в своем узком каком-то клиентском чате, где там до ста человек, например, а на большом мероприятии, где уже человек по тысяче. Это совершенно другой уровень ответственности, совершенно другой опыт. Ну, из минусов еще раз подчеркнула, ну, может быть, только один минус, но и он такой очень несущественный, когда люди могут привыкнуть к спикеру, но навряд ли. Навряд ли. То есть это несущественно, не беспокойтесь об этом. Самое главное, чтобы все клиенты, заходящие на такой марафон, просто имели регистрацию. Вот и все. Тогда никакого слива людей не произойдет, если вы вдруг за это переживаете. Что еще можно здесь сказать? Что можно проводить похожие марафоны обучения для партнеров, к примеру, когда выходят новинки в компании, и вам их нужно красиво, качественно, вкусно презентовать. Можно прям вот отдельно делать такой трехдневный, к примеру, марафончик. Не обязательно на неделю, можно там на два, на три дня. Кто вам мешает самому или самой скорректировать время, да, и длительность того или иного мероприятия для своей команды. И для клиентов, в принципе, если вы еще ни разу никаких марафонов продуктовых не проводили, можно проводить в течение трех дней. Вот попробуйте провести такой вот марафончик для клиентов на три дня. К примеру, вот скоро начнется весна, обычно в начале весны люди проходят антипаразитарные программы, какие-то детокс-марафоны, начинают худеть, да, сейчас тоже об этом поговорим. Вот вы можете на три дня провести какой-то марафон про детокс, про очистку организма, про его обновление. Или если у вас компания исключительно продает, к примеру, бытовую химию, то вот как привести дом в порядок после зимы, да, как вот лучше использовать эко-бытовую химию, к примеру, чтобы не усилить аллергию, которая и так проявляется весной. Если у вас компания, которая продает исключительно косметические средства, можно устроить для клиентов какой-то мини-марафон по весеннему макияжу, по обновлению. Давайте там все проснемся после зимы, обновимся, рассмотрим какие-то новые образы, научимся новому виду макияжа, вдохнем в нашу кожу энергию, влагу. В общем, для того, чтобы засиять и встретить, дорогие любимые девушки, 8 марта в своей полной красе. Ну, то есть темы можно придумать абсолютно разные. И вот по мне клиентские марафоны, они бывают и проходят намного эффективнее, чем марафоны партнерские, направленные на обучение, на рост, на баллы, на привлечение, потому что клиенты, они как-то больше расслабляются, больше получают удовольствие, им рассказывают о продукции, они в этот же момент ее, возможно, пробуют, кайфуют от себя, от настроения, вот от этой общей энергетики. В общем, я вам от души рекомендую. Плюс, еще раз подчеркиваю, это некий отдых для ваших новичков, потому что, согласитесь, кому-то может быть легко, ой, тяжело вести клиентские чаты, да, кому-то легко, кому-то тяжело. Кто-то прям хочет отдохнуть недельку-другую, и вы тут раз можете вот такую возможность своим партнерам предложить, они только обрадуются. Я вам на полном серьезе. Так, поехали дальше. Кому понравилась идея именно клиентских марафонов, поставьте пятерочки в чат, чтобы я понимала, что вы меня слышите, что со звуком все в порядке, что эта идея каким-то образом вам зашла. Еще раз подчеркну, что такие марафончики можно проводить на три, на два, на четыре дня, на неделю. Две недели – это точно много, то есть клиенты не выдерживают дольше недели, больше не нужно. Но вот в предел недели, семь дней, оптиму, оптиму, больше не надо. А можно начинать из трех и даже с двух дней. Дальше. Марафоны для партнеров. Тут больше даже не марафон, а розыгрыш. Самое элементарное, вот просто самое элементарнейшее, что вы можете провести у себя в команде для тех, кто, возможно, это еще не проводил или не знает, или лидер такой в вашей команде ни разу не проводил, не внедрян, это розыгрыш. Марафон-розыгрыш, когда вы мотивируете людей, к примеру, сделать активацию в начале месяца. Вы прекрасно знаете, что некоторые очень любят это дело оттягивать. Из-за этого сама работа тормозится. То есть если ты в начале месяца вот не собрался, сам себя не собрал, активацию не сделал, то в течение месяца как-то вот работа, она пошла АБК. Вот в таком непонятном режиме. А если... Сейчас сразу же прервусь, ребята, извините. Онлайн или офлайн? Я работаю исключительно онлайн. Естественно, мы проводим только онлайн-марафоны. То есть каким образом мы это объявляем? Я это могу объявить в общекомандном чате, провести вебинар, рассказать, что вот с такого-то, по такое число я планирую провести такой-то марафон для всех ваших клиентов. Кто подключается, пишите мне, к примеру, в личку, чьи команды подключаются. Лидеры мне пишут, потому что у меня, к примеру, большая очень команда. Вот. Поэтому я еще плюс до этого соцопрос провожу, кто принимает участие. Люди мне пишут. Я создаю чат, вот отдельный чат этого марафона. Я его закрываю без сообщений. Там есть кнопочка прям в Телеграме, да? Закрыть, нет, отменить возможность там сообщений, смайликов и так далее. То есть открываю возможность только добавления. Даю ссылочку своему лидерскому коллективу или общий командный чат, если вся команда изъявила желание принять участие. Все. И люди начинают активно рекламировать этот марафон у себя, к примеру, в клиентских чатах. Естественно, я до этого стараюсь сделать какую-то красивую картинку, какой-то призыв, чтобы это не просто было на словах, а чтобы люди это красиво презентовали. Они в свои клиентские чатики отправляют вот этот агит-лист, скажем так, и рассказывают об этом марафоне, выдавая ссылочку. И, допустим, если мы объявляем о марафоне, старт которого через две недели, вот у людей две недели на возможность рассказать об этом марафоне, прорекламировать. В каком-то году мы делали интересный марафон похудения. Об марафоне похудения я буду вам рассказывать дальше. Мы его назвали постновогодний апокалипсис. То есть можно придумать какое-то вкусненькое название, чтобы люди лучше больше зацепились. Ну, то есть по-разному. Соответственно, люди в этот чат добавляются, сидят, ждут начала. Консультанты объявляют, что вот с такого-то по такой-то наши клиентские чаты не будут работать. И вы даже вопросы, можно даже, знаете, такую хитрость применить, что даже чат для вопросов будет закрыт. А если вы будете задавать вопросы, то вот как раз лучше добавляйтесь в чат марафона. Там вы вопросики свои будете о жизни вашей непростой задавать. Ну, так можно по-разному это все дело презентовать, добиваясь того, чтобы больше-больше количество клиентов зашло в чат марафона. Все, наступает день начала марафона, вы даете приветствия, там, люди дорогие, друзья, всех вас приветствуем, мы стартуем. Марафон, я не знаю, там, дело в том, что я работаю в компании, где вклад Манбады, Витамины, там, марафон, посвященный защите печени, там, обновлению печени после новогодних праздников, стартует сегодня, продлится 4 дня, где вы узнаете, тыра-тыра-тыра, как печень очистит, детоксикация, какие эффективные препараты, что можно найти на полках своего собственного холодильника, чтобы печеночка сказала спасибо и еще больше там не заболел, не окочуривать. И так была огромная нагрузка в начале января, а в конце мы там проведем какой-нибудь чек-опрос, тест, где вы сможете еще и подарки получить. Да, вот, как вариант, игровую форму в этот марафон можно добавить в конце проведения какого-то тест-опроса, к примеру, с аудиторией в прямом эфире, то есть вы все выкладываете, к примеру, в записи, то есть 3 дня или 4 дня марафон, каждый день вы выкладываете какую-то запись, какой-то полезный материал на ту тему, которую вы создаете. Естественно, вы пытаетесь людей включить в беседу, задаете какие-то вопросы, даете какое-то мини-домашнее задание. Ну, к примеру, посмотреть, что у вас на полках холодильников и вот из списка блюд приготовить что-то полезное, чтобы там полечить, чтобы запустить профилактику, возобновление, регенерацию клеток вашей печени, да, там ничего не нужно покупать, вы просто посмотрите, что есть у вас на полках холодильников, сходите в магазин, там посмотрите, много ли чего полезного для печени продается, но это я так уже экспромтом вам сейчас говорю, то есть все, что угодно. Потом день вы посвящаете информацию, да, вот о продукте вашей компании или о новинке, там, о пользе, о качестве, сертификатов и вот в конце объявляете, что в четвертый день, там, 6 вечера, я сюда пришлю ссылочку на вебинарную там комнату или в зоне или здесь же в телеграме в виде открытого видео чата мы с вами проведем прямой эфир, где пройдет, там, я не знаю, поле чудес, поле чудес, вы сможете принять участие в нашем мини-поле чудес и получить какой-то приз. Соответственно, придумываете тест-опрос, опять же, касаемый вот той темы, которую вы 3-4 дня или неделю изучали, в прямом эфире стартуете там поле чудес или кто хочет стать миллионером, да по-разному можно назвать, господи ты боже мой, там, самый умный, задаете вопросы, кто там первый включил микрофончик, ответил, баллы присваиваете, в конце прямого эфира подсчитываете эти баллы и говорите, что вот Тамара Ивановна там из города Волгограда выиграла там упаковку чая, того и сего, или там упаковку, этот набор новинок, вот, который у нас появился в компании, и вы как лидер, естественно, это ваш бизнес, вы можете там раз в 3-4 месяца вложиться на вот этот вот подарок и там отправить этот подарок этой Марии Ванне, которая выиграла. Понятно? Поставьте, поставьте еще раз пятерочки, кому понятно. Экспромтом тут набросала, ну, в таком формате можно проводить, да, конечно, мы проводим все онлайн, все онлайн, исключительно. Больше людей можно собрать, опять же, на такие марафоны хорошо рекрутировать. Ребят, не забывайте, то есть, когда вы о таких марафонах рассказываете не просто в своих клиентских чатах, на свою теплую аудиторию, зарегистрированную, но еще, к примеру, в социальных сетях, вы можете рекрутировать на эти марафоны, что, ребят, любой человек, не надо ничего покупать, постучитесь мне в личку, напишите слово печень, или поставьте плюсик под этим постом, если хотите принять участие в нашем трехдневном марафоне, где узнаете Тиро, Тиро, Мортедеры, и я вас с удовольствием добавлю. Все, пожалуйста, люди, которые стеснялись, боялись, не хотели ничего покупать, стеснялись у вас что-то спросить, возможно, с удовольствием примут участие в этом марафоне, соответственно, раскачаются, к вам привыкнут, привыкнут к команде, вот к этому движу, и потом уже вы с ними продолжите беседу, и они останутся вместе с вами, зайдут уже в ваш клиентский чат, и будут прекрасными покупателями, то есть это еще и такое мероприятие рекрутингового характера, потому что люди наблюдают за вашими страницами в социальных сетях, они, может быть, им приелись, надоели, а когда вот в опачке что-то новое, необычное, может быть, человек и не хочет в клиентский чат заходить, понимаете, клиентских чатов сейчас вот, вот, очень много, и человек сидит, господи, вы еще какой-то клиентский чат зовут, ну и так, и таких чатов, боже мой, у меня тут 10 штук, и не выйти, и как-то неудобно, этот чат тетя завела, этот свекровь, это, ой, господи, еще в какой-то чат, не, не, не хочу, а когда человек слышит, трехдневный марафон, о, отлично, на три дня зайду, полезную информацию почитаю и выйду, следующий вопрос, как вы проводите документацию, никак, у нас марафон на знания, на знания, то есть вот вышла новинка компании, мы о ней рассказываем, показываем, работаем с разными органами чувств, вы же знаете прекрасно, что можно на человека воздействовать по-разному, да, человек у нас видит, обоняет, осязает, и не обязательно подключать вкус к этому делу, то есть можно просто рассказывать какими-то вкусными, красивыми словами, передавать пользу, и если, к примеру, в вашей компании есть магазины в городе, свобоинно делается интернет-заказ с быстрой доставкой, то, пожалуйста, человек во время такого марафона может зацепиться, понять, что это ему нужно, и не важно, какого это вкуса и цвета, то есть есть компании, которые, ну, вот продуктовые, которые продают, ну, к примеру, продукты для похудения, там могут быть и батончики, и мармелад, действительно, который может понравиться, может не понравиться, а есть продукт, который не важно, понравится или нет, например, капсулу, вады, витамины, тут мы чисто говорим о пользе, понимая прекрасно, что неважно, человеку, человек и не прочувствует вкус этих капсул, ему бесполезно пробовать, но если вы четко расскажете, что вот состав такой-то, этот состав влияет на то-то-то, наша там, зацикливалась, я что-то сейчас на печени, прошу прощения, наша печень страдает, и так мы над ней поиздевались, и как раз вот эти вот там травушки-муравушки, которые входят в состав нашего нового комплекса, они запустят регенерацию клеток печени, тыра-тыра-тыра, человек сидит, понимает, о, точно, мне надо, идет и покупает, уже в процессе марафона начинает употреблять, и пишет в чат свои эмоции, что вот я вчера сходил, купил, кстати говоря, еще вам подминиваю глазом такой момент, вы, наверное, в курсе о понятии птичек, понятии помощников в клиентском чате, особенно это популярно среди новичков, когда только раскачивается клиентский чат, но Динар тут как обычно сейчас начнет перетекать от одной темы в другую, но я думаю, что вам будет это понятно и полезно, так вот, есть понятия птичек, которые помогают и вас поддерживают в том же клиентском чате, то есть поначалу, когда человек начинает вести клиентский чат, может быть момент тишины, это нормально, абсолютно нормально, этого не нужно пугаться, бояться, но если вы договариваетесь с партнерами, из вашей команды, с друзьями, ну, с родственниками, с друзьями, лучше не договариваться, то есть птичке нельзя привлекать в свою родину, почему? Отвечаю, не буду даже ваших ответов ждать, потому что родня это первые ваши клиенты, и если вы свою родину, своих близких друзей, скажете, слушай, я вот там чат начал вести, я тебя добавил, ты завтра напиши, что, о, класс, там, хочу заказать или хочу попробовать, и человек сидит, вот ваш родственник, к примеру, которому вы это говорите, или лучше подруга, сидит и думает, вот какие у него мысли появляются, понятно, занялась фигней, продукт никому не нужен, заставляет меня что-то там ей писать, понимаете, вот это первейшая реакция вашего родного и близкого человека, поэтому птички это только партнеры команды, которые понимают, о чем это и для чего это, которые прекрасно понимают, что это раскачка, это как на рынке, два одинаковых прилавка с картохой, с дынями, с арбузами, неважно с чем, у одного прилавка туча людей, у другого ноль, вы к какому прилавку подойдете? Да, понятное дело, где туча людей, значит, там что-то поинтереснее, там интереснее предложение, там вкуснее, да и не вкуснее, там лучше, надо сначала туда заглянуть, что там народ-то столкнулся, а потом уже пойду туда, где нету никого. Это психологическая реакция, это психология, вот и все. Вот с птичками то же самое в чате. Вы подключаете этих птичек из партнеров вашей команды, они начинают тому люлюкать, и вот тех же самых птичек вы можете с людьми договориться, которые будут работать, но это те же самые партнеры, лидеры вашей команды могут быть, могут работать на марафоне, но у Телеграма, может быть, слишком много тонкостей рассказываю, ребят, сейчас может быть, это лишнее, но ладно, начинал, продолжим. В Телеграме есть такая особенность, там же видно, да, какое у вас имя, и если у вас в Телеграме написано лидер компании, консультант компании, то ваши фразы в таком марафоне, ой, точно, вот я вчера послушал, пошел купил этот чай, такой классный, берите всех, но могут вызвать подозрения, потому что прям будет это вот прописано в вашем профиле, будет видно, что вы там лидер компании. Естественно, если вы хотите принять участие в таком марафоне в качестве птички и поддержать этот марафон, вот задать какую-то энергию, отправить вот такое сообщение, чтобы люди получше, побыстрее раскачались, то лучше это делать либо с другого мобильного, да, с другого номера, либо там добавить в тот же чат, я не знаю, там телефон своего мужа, к примеру, то есть человека, с кем вы живете, то есть телефон, которого вы можете взять, как я иногда беру телефон мужа, я говорю, я за помощью, извини, все, забираю на 15 минут, и там начинаю что-нибудь работать через его номер. Ну, либо, допустим, вот у меня есть два телефона для своих бизнес-нужб, я вот иногда со второго номера куда-то там захожу, чего-то пишу, если мне нужно вот что-то вот для себя, какой-то вопрос оставить. Вот с одного характера, я бы так сказала, может, грубо звучит, ну вот, то есть, ну, на самом деле, если вы интересно, вкусно проводите такой клиентский марафон, интересно, вкусно, рассказывайте о продукции, то и птичке вот этим не понадобится, люди сами летят, покупают, берут, благодарят и говорят, о боже, я прям для себя это открыл, чудо чудеснейшее, вот, так что все нормально. Так, куда-то я зашла не туда, а, про дегустацию, да, вот, поэтому дегустация тут никакая не нужна. Понятное дело, что если, допустим, речь о выходе нового парфюма, немножечко другое дело, да, с парфюмом будет тяжеловато, но тоже, вот я проходила сама обучение по марафонам, знакома с потрясающим лидером, который, ну, безумно интересно рассказывает о парфюмерии, и вот она умеет рассказать так, что ты не пробуя, не дегустируя, не вкушая это, уже понимаешь, какой это будет аромат, и без ошибок себе все это дело покупаешь. Вот некоторые умеют так вкусно передать эту информацию, даже вот про ароматы рассказать так, что люди все поймут, о чем, как пахнет, что чувствуете, какие эмоции этот парфюм вызывает, идут, покупают и говорят, да, действительно, да, да, здорово, да, огромное спасибо, даже через онлайн, даже через онлайн не обязательно для этого встречаться. Вот, да, чайки, ну, просто все по-разному их называют, кто называет чайки, птички, галки, я слышала много названий в разных компаниях, командах, называют этих людей по-разному. Так, все, поехали дальше, а тут все, что-то тут я остановилась. Значит, марафоны, одна неделя, тере розыгрыш. Как проходит розыгрыш, как проводить розыгрыш? Например, можно проводить в начале периода, у кого-то период месяц, у кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то с первого числа начинается, у кого-то с седьмого, неважно. В начале периода можете проводить такой розыгрыш, опять же, неделя, надолго не надо затягивать, неделя, чтобы у людей был какой-то вот такой ближайший дедлайн, небольшой дедлайн. Вот, либо в конце периода, если вы видите, что надо вот как-то баллов чуть-чуть ее поднагнать, поднакопить, как-то, ну, чтобы люди проснулись, что-то они подзаснули, если вам кажется. В розыгрышах могут принимать участие как партнеры, так и клиенты, то есть вы тут объявляете сами. В моей команде мы в основном проводим розыгрыши, чисто вот, когда присваиваем номерки за покупку продукта среди партнерской сети. Почему? А потому что у меня практически все консультанты проводят розыгрыши внутри своих клиентских чатов. Соответственно, для клиентов по большей части больше никакая мотивация не нужна. Они и так прекрасно знают, что у них там 30 или 1 числа розыгрыш. То есть у моей команды розыгрыши среди клиентов по покупкам за покупки они перманентно перетекают из одного месяца в другой. Каким образом это происходит, давайте я вам расскажу, кто это еще не внедрил. Просто в течение месяца вы объявляете, в начале месяца объявляете, что, ребятки, вот у нас список на розыгрыш, я буду сама вам присваивать номерочки, то есть если у вас клиентский чат онлайн, то есть если вы онлайн работаете исключительно там через чат в WhatsApp или Телеграме, в течение месяца кто совершил покупочку, кто совершил покупку сам через свой кабинет, или кто делает покупочку у меня, за каждую покупку там в 50 или в 100 баллов я вам присваиваю номерок. Если вы купили сами, просто в этот же чат скидывайте скриншот заказа, вот я вам, вот я на картинке прямо показала, каким образом мы скидываем скриншотики. То есть у нас люди заходят в свой личный кабинет, клиент или партнер, открывает свой заказ, скринит его, делает фотографию, можно выделять, можно не выделять, я бы выделила именно для вас показать, что вот есть номер заказа, его дата, имя, фамилия человека, кто сделал заказ и сумма. Например, мы присваиваем номерок за каждые 50 баллов. Вот тут написано, человек купил на 62 балла. Все, вперед, испей с ней, присваиваем номерочек. Что это вам дает? То есть в течение месяца люди скидывают, говорят о своих заказиках, вы каждый раз выгружаете, обновляете список с этими номерочками. Если люди присылают заказов очень много, то есть если у вас такой клиентский чат, очень активный, с большим количеством заказов, можно список на розыгрыш обновлять раз в 5 дней, чтобы люди не уставали именно от этой ежедневной одинаковой однотипной информации. Обновился чат розыгрыша, обновился список на розыгрыш. Допустим, один раз в 5 дней присылайте, что, ребятки, вот 5 дней прошло, я список на розыгрыш обновила, вот, проверьте, всех ли правильно внесла, ну, чтобы люди не нервничали, чтобы действительно им присвоили номерок, чтобы все по-честному, ай-яй-яй. Вот. Если пока еще клиентов мало, пока еще они не очень активные в чате, наоборот, можно прям каждый день высылать обновленный этот список, ну, чтобы большую активность в чате создавать. Так вот, вот эти вот все скрины заказов, они повышают активность чата, то есть люди, смотрите, люди, которые только в чат зашли, которые еще только греются, которые привыкают, которые сидят и думают, врет-не врет, врет-не врет, стоит брать-не стоит, а может, это все вот надумано, придумано, и тут баба, я купила, Динара мне номерочек, Маша мне номерок присвоил, я сегодня купила на 200 баллов, а я на 50, Марина, обо мне забыла, меня в списке нет. Представляете, как это действует на людей, которые сидят и думают, ничего себе, так у нее покупают, мало того, что у нее покупают, люди еще сами по себе покупают, регистрируются, там какой-то кэшбэк получают, ничего себе, а что я просто так сижу, я тоже хочу, тем более в розыгрыше принять участие, мало того, что ты хороший продукт купишь, кэшбэк получишь, так еще и в розыгрыше может что-то перепадет, о, круто-круто, так вот, у людей, у моих людей, у моих лидеров, у них вот эти розыгрыши, они бесконечны, то есть люди просто знают, что в течение месяца проводят, к примеру, первого числа, в конце периода розыгрыш среди всех вот этих людей, что можно дополнительно сюда включить, присваивать номерок за приглашение друзей, то есть мотивируя тем самым, тем самым своих клиентов или потенциальных клиентов приглашать в ваш чат людей, вот вам прекрасный рекрутинг на лайте, налегке, то есть когда ваши же люди в клиентском чате приглашают своих людей, их добавляют, но можно сделать условия, такую оговорочку, что добавил человека, я тебе номерочек присвоил, условия, чтобы этот человек просидел в чате до конца месяца, ну, чтобы без мухлижа изменить, простить, а то добавят, и тот сразу выйдет на следующий день и увидит там дополнительный номерок, нет, давайте будем честными друг с другом, завели человека, он должен посидеть в чате, послушать нашу полезнейшую информацию три, ну там, сколько вот недель, до конца месяца, это вот прям условия, вот, или в целом там три недели или месяца, то и после розыгрыша тебя штрафную за то, что твои люди, розыгрыш прошел, и они все поуходили, это что такое, не надо меня так подставлять, ну, то есть тут вы сами чувствуете свою аудиторию и решаете, как преподносить ей информацию, суть в том, что вот, объявили, что будет список за каждую покупку, за каждое добавление друга и за каждый отзыв, если речь идет о молодом клиентском чате, вот лучше плюс еще и за каждый отзыв, опачки номерочек, когда и отзывы поливутся векой, позитивные, положительные, будет очень много материала для работы, для социальных сетей, просто оболома, то иногда люди сидят, ой, что ж постить, что ж рассказывать, что ж делать, господи, то обвели ты розыгрыш, не пожалей, там, я не знаю, 500 рублей на чай с каким-нибудь бальзамом, объяви и все, и все, и все пойдет, весь контент получишь ты в одном единственном клиентском чате, даже не нужно будет соцсети никакие ввести, все из клиентского чата будешь брать себе, валом информация будет для работы. Все, надеюсь, это понятно, принято, поехали дальше. Значит, сказала, что лучше такой розыгрыш, если, допустим, для партнеров, это мы с вами поговорили для клиентов, для клиентов, да, все поняли. Сейчас говорю про партнерскую сеть, можно проводить в начале или в конце месяца, длиной неделя за определенное количество баллов начисления, присваивания того иного номерка, дальше подарки, да, куда брать подарки. В определенный день вы назначаете, что вот 7 числа во столько-то будет прямой эфир и сам розыгрыш. Вы открываете вебинарную комнату, Zoom, или потрясающая стала функция в Телеграме, видеочат, открываете, транслировать экран, включаете вот эту вот программку рандом, в Яндексе элементарнейшую. Все, и прямо в прямом эфире нажимаете на клавишу, номерочки там вылетают, вы записываете, тут же происходят аплодисменты, улюлюганье. У меня куча таких видео записано на моем YouTube-канале, в один период перестала их выставлять, но уже там уж сильно люди шумели, радовались, люди вроде на YouTube приходят, да, чтобы какую-то пользу почерпнуть, а я там выставляю, как мы розыгрыш проводим. Но иногда тоже нужен и такой контент. Вот, люди радуются, очень классно, когда победитель тоже сидит в прямом эфире, может тоже свои эмоциональные слова сказать, спасибо большое, там, эмоции рекой просто. Это же очень классно, очень здорово так вот порадовать людей. Так вот, на подарки, вы сами определяете, сколько будет подарков, сколько будет победителей, можете деньги самостоятельно, как лидер на это выделять, можете дарить продукцию компании, можете переводить деньги, к примеру, на бонусный счет, можете переводить на карточку. Ну, перевод на карту, это такое не очень сейчас в современном мире лучшее занятие, то есть, если у вас есть перевод на бонусный счет, на внутренний счет, вот это вот очень классно работает, либо отправка подарков, либо через систему на адрес человека, ну, либо вы сами отправляете вручную. Кто скидывается на подарок, то есть, либо подарки предоставляет сам лидер, либо для повышения, скажем так, ответственности вашей структуры, вашего лидерского корпуса, можно вот договориться и вот лидерским коллективом скидываться на подарки. Как это можно сделать? К примеру, вы скидываетесь от определенной квалификации, это раз, от определенного ранга, можно, чтобы вот у нас, как это проходило в моей лидерской команде, когда я только пришла в свою компанию, мы распределяем, то есть, у людей же разные, могут быть квалификации, ранги, соответственно, разные зарплаты, чтобы никому не было обидно, мы вот просто с вышестоящим лидером, или вышестоящий лидер с нами договорил, что вот эта квалификация скидывает 500 рублей, это 1000, это 1500, это 500, а это, извините, 5000, потому что там уже зарплата, ого, 150 и более, ну, можно себе позволить и пятерочку скинуть на розыгрыш, потому что к вам же все равно больше баллов придет, больше человек будет принимать участие. Что это дает, когда плюс еще и лидеры скидываются, повышают уровень ответственности, то есть люди, которые скинули денежку, они начинают лучше и больше рекламировать вот этот розыгрыш. Очень часто так бывает, что вы розыгрыш запустили, а ваши люди молчат, ну, запустила и запустила, молодец, хорошо, и они толком этот розыгрыш не продвигают, а ведь это тоже рекрутинговый инструмент, правильно? Это о том, что я вам говорила на прошлом слайде. Некоторые люди сидят и думают, попробуют, не попробуют продукт, купить, не купить, стоит, не стоит. Вот подруга сказала, что фигня, а вот эта вот подруга брала год назад, ей не понравилось, а то баба, опачки, купи на такую-то сумму, так еще и примем участие в розыгрыше. Точно. Вот точно стоит попробовать. И как раз попробуем, наконец-то уже выдохну, закрою этот гештайн и в розыгрыше еще приму участие. Вот и отобью этот свой заказ. Ну, здорово же, здорово. Так что розыгрыши всем рекомендую проводить. Возможно, вот именно партнерские розыгрыши можно проводить не каждый месяц, особенно для чего? Чтобы люди не привыкали, чтобы люди не ждали вот именно этого периода, либо именно этого срока для заказа, чтобы они не терпели. Знаете, очень часто бывает, ага, розыгрыш проходит в конце месяца, потерплюсь, делаю заказ 25-го числа. А 25-е число наступает, и продукт, к примеру, пропадает. Ну, вот вы купили на этот день продукт в этом городе. Ну, всякое разное случается. И человек сидит и вообще не заказывает от расстройства. Поэтому не нужно проводить каждый месяц, чтобы именно партнеры к этому привыкали. Ну, это лично мое, ребят, мнение, да? Это лично мое мнение. То есть, если у вас работа и так проходит эффективно, то можно эти розыгрыши включать, ну, какой мотивационный момент, не знаю, там, какие-то не очень, к примеру, приятные периоды в году, там, май, когда люди начинают уже на даче разъезжаться и немножко подзабивают на бизнес, вот тогда хорошо такие розыгрыши проводить. Или там в том же вот январе, ну, вот он прошел, можно приурочивать, приурочивать такие розыгрыши к какому-то празднику, там, 23 февраля к 8 марта, ну, тут уже ваши идеи. Так, об этом рассказала. Вроде бы все. Так, на этом слайдике вроде бы все. Если какие-то есть вопросы по розыгрышу, задавайте, расскажу, как мы это в команде проводим, какие скринчики скидываем, ну, вроде как все рассказал. То есть это всегда не просто мотивационный момент для самой команды, но плюс еще рекрутинговый момент, не забывайте об этом. Вот любой марафон, любая игра, любой розыгрыш, это плюс еще рекрутинговый момент. Всегда об этом надо команде напоминать. Люди очень часто об этом забывают. Ну, типа, лидер объявила розыгрыши, я сам купил, сам номерок получил и сижу, а где бы людей-то найти в бизнес? А где бы новых клиентов найти? Вот тебе лидер дал инструмент, розыгрыш. Иди и голоси об этом во всех своих клиентских чатах и в социальных сетях. Нет, человек сидит и думает, ну, где же мне еще клиентов туда стать? Я на полном серьезе, сплошь и рядом. Поэтому обязательно об этом проговаривайте и напоминайте своим людям, что вот любая такая движуха, это плюс еще рекрутин вашу структуру и клиентов, и партнеров. Вот, потому что приглашение, что клиентов, что партнеров, это тот же самый рекрутин. Просто в клиентскую сеть либо в партнерскую сеть, а называется-то это одинаково. Дальше поехали. Марафон обедленностью в две недели. Идеально марафон похудения. Идеально. Почему? Потому что для трех-четырех недель, я считаю, это должен быть прям какой-то огромный марафон, чтобы прям там вот людей было много, чтобы вот из этой огромной массы людей, даже если кто-то устанет и отвалится, все равно останутся активчики, да, то есть если мы говорим про марафон, там долгие похудения, 3-4 недели. Поэтому идеально, если у вас коллектив небольшой, вы понимаете, что не очень много соберется народа на такой марафон, то лучше вот две недели. Две недели. Плюс еще и за две недели люди точно чего-нибудь доскидывают, 100%, может быть, не так много, но могут и 2, и 3 килограмма скинуть. Это уже, знаете, неплохой результат и толчок для дальнейшего занятия своим здоровьем, вот. Марафоны лучше проводить похудение для клиентов и для партнеров, не делить на этих и других, то есть сразу для всех. Значит, я считаю, что на такие марафоны обязательно надо продавать продуктовый пакет для входа. Можно даже сделать вип-пакет, мы это делали с командой на крайнем марафоне. У нас было два чата, общий чат марафона похудения, куда заходили, по-моему, все с покупкой минимального набора то ли на полторы, то ли на две тысячи рублей. И был прям отдельный вип-чат, куда девчонки покупали наборы тысяч за шесть. То есть мы прям сразу это говорили, что вот если вам некогда готовить по меню, ну, всяко бывает, люди в найме, еще тут дети, уроки, куда им еще там по полному меню готовить? Ну, может быть, реально нет времени. Если вам некогда готовить, если то, если сё, тяжело там отказаться, вот возьмите готовый набор, где и детокс, и батончики, и коктейль, и всё, и не думать, и не думать, и в меню не смотреть, и ничего не готовить. Садитесь, и на всем готовеньком худеете, главное, отчетики нам скидывайте. Плюс для вип-чата был отдельный розыгрыш, было начисление номерков в розыгрыш, то есть в конце такого марафона, естественно, розыгрыш какой-то надо проводить. То есть помимо того, что в конце марафонов похудения обязательно подарочки победителем, лидером похудения, кто больше всех скинул, вы можете отправить подарочки, так плюс ещё какой-то розыгрыш провести, например, среди тех, кто вот все задания выполнял, все фотографии скидывал, фотографии всей еды, которую кушал, которая каждый вечер сдавала отчёты там из-за язио, из колоризатора, вот есть такие программки, куда вы выбиваете всю еду, что ели, и вот отчётики эти люди скидывают в такие чаты марафонов. Вот кто прям такой был добросовестный, вот всё это делал, все задания выполнял, там свою физическую активность на камеру снимал, это же опять же ваш контент, то есть вы проводите марафон, и всё это перекидываете в социальную сеть свою, которую ведёте, что вот, посмотрите, что я провожу, какое я крутое, какие у меня люди крутые, посмотрите, сколько участников, посмотрите, как они кайфуют, какие они активные. Ещё раз, друзья, вы забываете о том, что вы проводите марафон не ради марафона, не ради того, чтобы люди похудели, прости, господи, я надеюсь, никто тут не обидится на меня, а для того, чтобы у вас контент был для ваших социальных сетей, для чего? Чтобы пошёл рекрутинг новых клиентов и партнёров. То есть на сам марафон вы набираете новых клиентов, новых партнёров, да, это рекрутинговый момент, не только для ваших старичков, но и для новичков. Так ещё плюс, во время марафона, правильно его транслируя, вы можете зацепить большое количество людей, которые тоже придут к вам в команду в виде клиентов и партнёров. Посмотрите, как это здорово. Тут сразу прям, не то, что два зайца, десять зайцев вы убиваете одним действием. Это здорово. Так, дальше. Значит, можно сделать отдельно вип-чат, вип-пакет, можно не заморачиваться. Если у вас много лидеров, много помощников, спокойно это всё делается, это не сложно. Значит, люди скидывают отчёты по весу, к примеру, могут скидывать каждый день, по питанию, по калорийности, по своей активности. Тут просто вот развернись в душа, какие можно давать задания. Некоторые говорят, господи, да я ничего не знаю о похудении, какую информацию я буду давать. Вы знаете, ребят, в последнее время у людей такое перенасыщение информации из интернета, что порой им просто нужен чат для общения. Людей, которые близки им по духу, у которых, к примеру, одна проблема, я не могу похудеть. Я хочу похудеть и быстро. Мне нужно было скинуть 5 килограмм ещё вчера. И я давным-давно знаю, что да, это белки, жиры, углеводы, что у них правильное, хорошее сочетание, что полезная тарелка, что выброси весь мусор, что вкусные точки не ешь, сникерс не ешь, булки не ешь. Да я это знаю. Куда мне это ещё сотый раз так хватит? Уже мне это не надо. А просто войти в сообщество людей с одинаковой проблемой, вот это человеку нужно. Поэтому на самом деле вы даже можете не заморачиваться. Ой, а что я дам? А что я там буду рассказывать? Я же сам ничего не знаю. Пойду читать строение белком. Не нужно. Не нужно. Просто дайте людям список того, что они должны делать за день. Скидывать активность, установить программу, присылать фоточки, чего они едят, присылать свои страдания в чат. Я сижу, муж принёс, не ешь. Как я хочу его съесть. Девчонки, помогите. Все девчонки там. Не ешь. Ты что? Ты сильная. Ты молодец. Посмотрите, как это кальфово. Ну, это же супер. И вот это вот идёт такая энергия, 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 и люди больше включаются, и там, я всё-таки не съела сникерс. Да, она не съела сникерс. Ну, здорово. Круто. Я вам от души рекомендую проводить марафоны похудения. Это прям чума. Это драйв, энергия, движ, невозможно. Вот сидишь ты одна, не можешь похудеть. А тут такой чат, я не знаю, 50 толстушек. Причём эти толстушки могут быть совсем и не толстушками. Вы же знаете прекрасно, что тема похудения, она почему такая популярная в сети? Что любой девушке хочется похудеть. Вот возьми любого человека, любой человек тебе скажет, да, мне надо худеть, да, особенно девчонки. Какого бы она веса ни была, но килишка, но надо. Поэтому марафоны похудения они были, остаются и будут популярны всегда. А я знаю, что, по-моему, сейчас в любой сетевой компании, по-моему, в любой, есть, ну, хоть один, да, продукт для похудения. Ну, то есть, тут, ну, вот вообще, ну, вот вообще, развернись в душе, в любой компании, я считаю, можно проводить марафоны похудения. А если, к примеру, у вас такой продукт, который, ну, к примеру, не употребляется внутрь, окей, всё равно можно проводить марафоны похудения, даже с той же самой бытовой кемии. Купи там салфетку, купи такое-то средство, отмой пять окон, сбрось килограмм. Ну, что угодно, это я уж так сейчас экспромтом наговариваю, но различные лозунги можно придумать на эту тему, посмеяться, похихикать с девчонками, которые вошли в этот чат. Но я не знаю, самое же главное, что в этом марафоне? Это объединение, это объединение и вот это вот общение, которое вы потом будете скринить, фотографировать и что делать? Правильно отправлять в свою социальную сеть, привлекая на эту энергетику новых людей. Вот, вот, да, то есть, да, по-моему, во всех компаниях есть продукты для похудения или которые вот что-то делают. К примеру, есть же макияж, который худит, к примеру, да, есть этот контуринг, который там щеки меньше делает, скулы там как-то вот острее, согласитесь, правильно ли? Ну, то есть придумать можно все, что угодно, это на самом деле ваша фантазия. Все. Так вот, такие марафоны работают всегда в любой компании, можно найти людей, которые хотят худеть всегда и везде. Чем больше чат, тем, естественно, больше движуха, тем лучше сбрасывается вес, когда люди друг у дружки это все видят и думают, ну, чем я хуже-то, я чушь, с лопах, что ли? А если вы добавляете элемент игры, да, в конце какой-то розыгрыша с призами, а если вот наберешь очки за все эти дни, а если скинешь все фоточки, то вот тебе там какой-то подарок на бонусный счет или вот этот чаечек или то все, пятый, десятый, то это проходит намного веселее и бодрее. Вот, значит, про марафоны похудения сказала, это вот просто на ура, это проводить легко, то есть вы сами ничего не изучаете, ничего не ищете, время не тратите, вы тратите время только, а, ну, создать какой-то агитист, да, красивую, красивый баннер для того, чтобы вот, ну, в соцсети раскидать или в личку клиентам, там, Мария Ивановна, я сейчас в клиентском чате объявила, у нас будет марафон похудения, вот, я вас в личку приглашаю, потому что вы такая девушка у меня занятая, могли попустить эту информацию, так что уж простите, что я вас беспокою, но обязательно приходите, буду, мы будем вас очень ждать, будет весело, душевно и вообще, вот, я знаю, что вы и так стройная, просто для движухи, надо поболтать с девчонками, ну, люди же разные, так, поехали дальше, так, марафоны три недели, марафоны игры три недели, это уже, ребят, не для клиентов, это больше обучающий формат, то есть, когда мы говорим о марафонах долгих, примерно три недели, почему вот три недели обучающий марафон, потому что я всегда, к примеру, в своей команде оставляю запас, начало периода, конец периода, когда там людям что-то надо доработать, отработать, когда уже не до марафона, когда нужно вот сконцентрироваться на нормальном закрытии периода, или старте периода, да, поэтому три недели обычно у меня длятся обучающие марафоны, включается, через такие марафоны включается больше партнеров, создается большая активность, обучение однозначно лучше заходит, это особенно, когда мы говорим о новом обучении, то есть просто вот, вот я создала там чат обучения, заходите, что-нибудь там сами читайте, это не работает, никто не зайдет, вот, никто не проявит интерес, а когда, так, ребята, начинаем марафон, по новому обучению, будет то, что пятое-десятое, люди сконцентрируются, берут себя в лапки и приходят, и все нормально происходит, очень хорошо включается, и сразу же видны недочеты, то есть, когда в обучении участвует много людей, ты сразу видишь как лидер, что нужно доделать, что переделать, что пошло не то, это тоже прекрасно, то есть не нужно этого бояться, то есть если вы думаете, что вы что-то делаете с нуля идеально, ну, нет, нет, так никогда не происходит, всегда есть какие-то недочеты, ошибки, их нужно уметь признавать, и когда вы проводите такой обучающий марафон для команды, это всегда становится заметно и хорошо, вот лучше какой-то недочет заметить на ранней стадии. Так, игровой элемент можно внедрять, что в конце каждого этапа, там вот, когда вы даете на обучение, какой-то теории, какой-то практическое занятие, задание на 2-3 дня, вы проводите, к примеру, какой-то тест-опрос на знания, или там кидаете, придумываете какой-то кроссворк, не знаю, ребус, опросник в Google форме, то есть вы можете в Google форме создать опросник, ну, такой недлинный, чтобы люди не уставали, там, вопросов на 5, и вот этот опросник вы кидаете в чат марафона обучения, в чат обучения кидаете, люди, естественно, ну, открывают эту Google форму, заполняют, у вас в Google форме появляется табличка, тех, кто ответил, вы проверяете, и там через 3 дня объявляете, что вот в тест-опросе номер раз, победил, Тамаров, Павел, там, Иванова, Мария, Жуков, Андрей, и получает там от меня дополнительный балл, номерок, чай, бонус, на бонус, ну, вот, как вы решите, то человек и получит. Можно этих опросников в Google форме отправлять там в течение марафона, к примеру, три раза за марафон, да, в конце каждой недели, чтобы, опять же, у людей срабатывало, что так, нужно внимательно слушать информацию, потому что в конце недели вот будет этот тест, за который я могу получить то-то, то-то и то-то. Ну, только школа, школа, институт, всегда важна вот эта вот оценка, да, оценка знаний, люди тогда лучше, лучше это все дело проходят. Вроде бы вы это все делаете для того, чтобы люди больше зарабатывали. Казалось бы, все взрослые люди пришли в этот бизнес, ну, 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 но все равно требуется какая-то дополнительная мотивация. Было, есть и будет, отсюда не уйдешь. Вот. Дальше. Отработка навыка. Какие можно еще проводить марафоны? То есть марафоны обучающего формата, то есть когда вы вводите какое-то обучение, либо же, вот, что я очень часто проводила и провожу до сих пор в своей команде, это отработка навыка. Марафоны на одно, к примеру, какое-то действие. Вы прекрасно знаете, особенно кто в сетевом давно, да, это не только в сетевом, да, это везде. Для того, чтобы что-то у тебя получилось, ты должен каждый день что-то делать, какие-то определенные действия. И за дня в день, и за дня в день, и за дня в день, без перерыва. Но не каждый человек может вот так вот себя замотивировать, не каждый самый замотивирован и может это делать. Да, у людей начинается там выгорание, прокрастинация, лень. Вижу, с ними. Вот для того, чтобы этого избежать, и взять людей в живые рукавицы, можно проводить вот такие марафоны ежедневных действий. Когда вы со своей командой отрабатываете буквально одно или два действия. Все. Когда вы не грузите людей, что смотри, вот мы заходим на марафон, и ты должен скинуть семя четок, ты должен сделать это, это, и человек смотрит так вот, а понятно, нет, я это не потяну, я лучше сразу выйду и плевать, что ты обо мне, лидер, подумаешь. Нет, одно действие, одно какое действие. К примеру, ежедневное действие, отработка приглашения в клиентский чат. Все. Объявляете, что 21 день, мы каждый день приглашаем людей в клиентский чат. И в конце каждого дня вы скидываете вот там коротенькие скриншотики, или скрин там из WhatsApp, или из Telegram, где вы людей приглашали, где вот показано, что вы написали таким-то людям, что это вот именно сегодняшняя дата, чтобы без обмана. Допустим, отработка навыка, съемка видео, написание постов, ведение сториз. Не каждый человек к этому быстро привыкает, особенно новичок. Соответственно, можно проводить такие марафоны. К примеру, я не знаю, если кто-то еще звонит, отработка звонков, встречи, мастер-классы, если вы работаете оффлайн, почему бы не провести со своими оффлайнчиками вот такой прекрасный марафон. 21 марафон за 3 недели. Кто побьет рекорд? Вперед, поехали. Мы сдаем там отчетики. Каждый день там созваниваемся с лидером, говорим, ну, если у вас вот так вот работа происходит, там, отработка навыка консультации, пожалуйста, каждый день нужно дать 3 консультации по продукту, и в конце там дня отчет. Опять же, лидеру, либо в общий чат того марафона, который вы ведете. Соответственно, что это дает? За 3 недели партнеры прибыкают к тому или иному действию, и оно входит просто в привычку. Да, теория 21 дня. Когда ты 21 день, вот делаешь одно и то же, одно и то же. Подходит 22 день, и у тебя на физическом уровне потребность это же сделать. Ты не сможешь просто так взять и отказаться. Да, ребят, смотрите, всегда будут люди, которые приходят на подобные марафоны, ну, просто там, ради подарка, ради какой-то денежки на счет от лидера. Всегда будут такие люди, которым пофиг на этот навык, уж простите, за прямоту, но которым просто нужна вот эта лишняя тысяча рублей на счет. Да, такие люди будут всегда. Вот. Чинара, в зависимости от самого марафона, то есть, если обучающие марафоны, там нету никаких подарков, то есть, вот если я провожу обучение, я подарки никакие не дарю. А вот если я провожу марафоны на отработку навыка, вот, допустим, обычно у меня это было, кто вот делает, кто сдает отчеты каждый день, вот 21 день, 21 отчет. Кто 21 отчет сдал, я никого из чата не выгоняю, не успеваешь, не успеваешь, делаешь в своем темпе, делай. Допустим, отработка навыка, звонки, звонишь через день, звони через день. Или там приглашаешь в чат, но через день, приглашай через день. Но кто каждый день приглашает, тот получает от меня в конце на бонусный счет тысячу рублей, к примеру. Ну, просто для вот такой внутренней дополнительной мотивации. Понимаете, на таких марафонах люди априори видят результат. То есть, когда человек ежедневно одно и то же начинает делать, но опять же, никакое дурное действие, а нормальное, приличное, рабочее, которое, ну, вы как лидер знаете, что точно приносит результат. Люди же у нас ведут клиентский чат, и там 20 человек, они сидят, думают, что-то я еще машину от компании не получила, что-то они ничего не покупают, да они не купят ничего, 20 человек в чате. Когда вот 100 будет, тогда я начну покупать, тогда начнется хорошее движение. А некоторые лидеры, я знаю, там в некоторых компаниях, в некоторых командах вообще говорят, минимум 1000, и даже не подходи ко мне. Ты пока 1000 человек в чат не добавил, я даже разговаривать с тобой не буду. На любой вопрос, сколько человек в чате, 500? Вперед. Когда 1000 будет, тогда ко мне постучишься. То есть, некоторые же вот так работают и, в принципе, правильно делают. Вот. Я говорю 100. Для начала. Я неизвестраю. Ну так вот, у меня в конце, вот если все ты сделал, на бонусный счет 1000 рублей. Ну, я не знаю, много это или мало, но суть в том, что люди уже в течение марафона видят результаты и дают очень хороший отзыв, что, ну, мое господи, точно. Начал людей добавлять, оказывается, это не страшно, люди тебя не посылают, даже родня добавили, и уже люди пошли заказы делать. То есть, человек вот и так уже видит вот плюсы, плюсы, плюсы от этой работы, он и так вот эту награду получают. Там от съемки видео, от написания постов точно получают какие-то комплименты, какие-то приходят комментарии хорошие, какие-то плюсы, какие-то минусы. Человека, опять же, те же самые одноклассники его замечают. Опа, Мики, что ты там каждый день посты пошел писать? Ну, Карл, скажи-ка мне подробнее. И люди это вот в чак марафона скидывают, это всегда здорово. Вот. Ну, и в конце от меня для тех, кто вот вовремя сдавал все отчеты, там в конце 1000 рублей на счет. И, пожалуйста, розыгрыш. Ради бога. Можно розыгрыш. Но вот для партнеров цена никакого-то ахового значения не имеет. Ты вот людям скажи, что 1000 рублей, что 10 тысяч. Кто не хочет делать, тот и так не будет делать. Его никакими миллионами не замотивируешь. Ну, как мне кажется. Некоторым, может быть, цена и важна. Но я подарки в партнерских марафонах делаю очень условно. Ну, очень условно, но у меня все равно люди все, как мне кажется, остаются довольны и претензии не имеют. Вот. Так вот, об этом сказала. Партнеры привыкают к тому или иному действию и физически не могут остановиться. Это всегда здорово, и это всегда классно. Либо розыгрыш можно проводить. То есть всех, кто... Допустим, людей набралось у вас очень много, и вы понимаете, что если 100 человек все 21 день сделают все эти дети, что за 100 тысяч надо будет раздать? Это накладно, особенно если у вас зарплаты не такая уж и большая. Окей. Да, если вы это вот предвидите, если видите, сколько людей там в чат марафона добавляется, какая активность пошла, вы говорите там в начале объявления марафона, вы говорите, что в конце вас ждет сюрприз. Я вам в начале марафона скажу, посмотрели, сколько людей принимает участие, прикинули статистику, которая получится. Да, кто-то будет лениться, кто-то прокастенировать, кто-то уйдет, кто-то забьет, там останется определенное количество человек. Ага, могу на этих людей выделить какую-то сумму. Отлично, вот делаю так. Если, допустим, слишком много, то просто проведу розыгрыш. Розыгрыш, там, к примеру, пяти подарков. То есть, кто дойдет до конца марафона этого обучающего, в конце розыгрыш пяти подарков. Все. Можно вот сделать так. Опять же, подарки на ваш вкус. Это либо набор на счет денежка, либо какой-то вот, ну, минимальный наборчик из вашей компании. Не знаю, люди всегда довольны и остаются. Вот всегда. Что бы ни подарили. Это же подарок. Дареному коню в зубы не смотрят. Так, поехали дальше. Варианты марафонов под разные продукты. Пожалуйста. Если вдруг у кого-то вот была мысль, но стеснялся у меня спросить. Допустим, если только косметику ваша компания продает, или вы специализируетесь по продаже, по направлению косметической продукции. Какой-нибудь марафон преображения. Игра в Мэйкобер. Да, есть игра в Кальмара, а вы сделаете игру в Мэйкобер. Там 10 дней, 10 макияжей. Каждый день вы находите новую модель, делаете на ней макияж, например, для фланчиков, особенно у кого офисы свои. Вообще шикарно. Каждый день новая модель, присылаете фоточку модели, кто фото модели до 12 ночи не пришлет, принцесса, карета превращается в тыкву, все, вы умираете. Из марафона удаляетесь. Пожалуйста, можно вот что-то такое придумать. Там марафон преображения. Преобразить 10 девушек за 20 дней. Класс, класс. Кто сделает за 20 дней, не важно, найдете вы этих 10 в течение 20 дней или все 10 к вам придут в последний день. Важно, чтобы вот под конец этих 20 дней вы сдали эти 20 фотографий или 20 видео в каком-то отчете предоставили. Здорово, тоже здорово. Если, допустим, вы не на макияжах специализируете, а просто в вашей компании есть какая-то косметика и вышла новинка или есть какая-то классная яркая помада, найти, опять же, 15 девчонок, чтобы они попробовали эту помаду, нанесли, и вы вот с ними сфотографируйтесь, пожалуйста. Вот на фланчиках это прекрасно работает. Дальше, опять же, вызов 30 макияжей за 30 дней. Это можно делать на себе. То есть тут необязательно находить кого-то, рекламировать кому-то. Допустим, вы хотите научить, чтобы вот люди, люди научились делать себе макияжи с помощью косметики вашей компании. Подключаете их к какому-то порталу, обучению или сами что-то объясняете, если вы в этом профессионал. И вот девчонки пробуют на себе разные макияжи с разным акцентом. Ну, 30 макияжей за 30 дней я, может быть, загнула, но вот сколько вот у вас получится, столько получится. Тоже хорошо. Соревнования на самое большое количество мастер-классов, которые можно и онлайн, и оффлайн проводить. Вообще, тут развернись душа. То есть просто устраивайте вызов. Вызов в команде. Девчонки, а давайте-ка вызов устроим в феврале на самое большое количество проведенных мастер-классов. Кто за месяц проведет больше, я не знаю, больше 20, вы сами же смотрите, что сейчас делают ваши люди. Если среднее количество проводимых мастер-классов в команде, ну, я не знаю, 10 в месяц, так и объявляете, кто проведет 15 или 20, тот получит заведомый приз, 2000 рублей на счет. А кто проведет еще больше, вот там уже присудим первое, второе, третье место, кто вот максимальное количество этих мастер-классов проведет, и я уже подарю то-то, то-то и то-то. Вообще, почет, аплодисменты, памятник и так далее. Вот. Это можно по-разному преподносить. Если, допустим, у вас бытовая химия, компания, которая продвигает исключительно там эко-ботовую химию, ну, то есть все, что связано там с уборкой, с экологией и так далее. Там, марафон какой-нибудь от мой соседа. Ну, название тут на свой вкус, вот на что хватает вашей головы, юмора, на, если вы знаете, что там ваши люди не обидятся, ничего плохого не подумают, да по-разному это можно преподносить и говорить. Я не знаю, познакомиться с чатом своего дома, предложить свою продукцию, предложить, попробуй прийти к вам там ее продегустировать, к примеру, или там посмотреть, принять участие в каком-то, я не знаю, домашнем мастер-классе. Знаете, я вспоминаю, как, господи, сколько же это было лет назад, лет 25 назад, помните, ходили, рекламировали по домам эти пылесосы, то ли пылесосы, которые вот этих жучков-то выпылесошивали из диванов. Такое с вами случалось, ну-ка черканите в чат. Я живу в Москве, у нас по Москве просто, это был какой-то трэш, вот ходили эти дамы, дамы с этими огромными пылесосами, стучались в дома и проводили просто чуть ли не двухчасовую презентацию, а не вот два часа, ты сидишь, представляете, я еще ребенком была, можно сказать, я сидела и смотрела на этого клопа на презентации два часа, и вот она рассказывала, как эти клопы пожирают все вокруг, если не дай бог ты не купишь этот пылесос против этих клопов, ну все, жизнь твоя закончена. Вот. Короче, было такое дело, я не то, что предлагаю к этому вернуться, опять же, как вариант, да, для раскачки ваших людей. Вот смотрите, все же сидят в чатах дома, все сидят в чатах дома и стесняются заводить знакомство в чате дома, а на самом деле это одни из вот ближайших, одни из самых горячих возможных ваших клиентов. Что нужно просто сделать? Да просто написать администратору, вот у нас в чате дома, кто-то тортики рекламирует, кто-то свои услуги, там, маникюр, мебель, да все что угодно. Иногда, знаете, мне это очень даже пригождается, очень бывает полезно, особенно перед праздниками. Так вот, можно дать раскачку своей команде, что, ребят, вот всем задание в формате вызова, марафона, я не знаю, розыгрыша, написать администратору своих чатов дома и предложить свою продукцию или предложить прийти на дегустацию. То есть меня немножко раздражает, когда люди в такие чаты дома пишут, компания такая, ты приходи, покупай. Мне кажется, на это никто и не идет, это неинтересно. А если вы в чат дома напишите, в квартире, да, там, друзья, давайте знакомиться, в квартире номер такой-то происходит вкусная дегустация экопродукции для того-то. Ну, навряд ли в чате дома к вам придет какой-то маньяк, потому что это чат дома, там обычно все у всех на виду. А если этот чат дома существует давно, и вы там, знаете, под нагодом этих людей, ну, бояться особо нечего. Некоторые люди, кстати, с удовольствием выполняют это задание, потом рассказывают, что, господи, такие приятные люди живут, и этот купил, и тот-то заказал, и этот пришел. Боже мой, а это вы дети аллергики, а с этим мы ходим вместе, оказывается, на танцы, а тут кружок по фото. В общем, очень хорошее задание для раскачки людей. Допустим, раздать 100 тест-пакетов. Куда человек пойдет раздавать? Да, конечно, по дому, скорее всего, раздат. А чтобы не выглядеть подозрительным, час в чат дома написал, ребятки, мне, у меня задание от компании, раздать 100 тест-пакетов прекраснейшей рейки этой продукции. Бесплатно, ребят, подходите в квартиру номер 18, завтра с 3 до 6 я буду с ребенком дома выдам тест-пакет. Вы думаете, никто не придет? На халяву-то. Если вы вкусно разрекламируете, очень даже прибегут, вам даже никуда ходить не придется. Некоторые говорят, это что мне ходить с этими тест-пакетами, ты что такое предлагаешь? Не надо никуда ходить, мир онлайн, мир интернет-технологий. Объявление написали, к вам все пришли. Вы еще со всеми познакомились, ВКонтакте переписали, телефончики, всех потом в свой клиентский чат пригласили. Кто в клиентский чат не зашел, через месяц напишите. 8 марта, а не хотите ли подарочки, упакую, сформирую, чем почем, все домой принесу для учителя, для воспитателя. Такие классные знакомства можно завести. Вы чего? Приняли на грудь предложение, подумайте об этом. Какая-то игра на продаже, продать вот это средство, кто совершит 30 продаж этого средства, или кто 40 раз продаст то-то-то, кто сделает больше всего продаж вот этого тюбика, тот получит золотой граммофон в конце этой игры, в конце этого марафона. Все, что вот, то есть смотря, что вам нужно раскачать в команде и кого, партнеров ли, клиентов ли, какой-то продукт, все зависит от этого. Если ваша компания, к примеру, продает БАДы витамины, пожалуйста, марафон похудения, детокс-марафоны, они самые всегда рабочие. Мало сил, энергии, вы на это тратите, максимум пользы. Дальше, менее обучение по продукту, да, то есть если нужно вот раскачать какой-то продукт, это можно во всех компаниях проводить, с игровыми элементами проверки материала, с какими-то тест-опросниками, гугл-формами, там, я не знаю, мастерская чата, вот вам провела прекрасный пример. Я знаю, что во многих компаниях продается чай. Во многих сетевых компаниях либо чай, либо какой-то полезный напиток, пожалуйста, сделайте мастерскую чай. У нас так вот недавно марафон назывался, правда, на базе компании. У нас его компания делала, мы вот брали все материалы и могли переносить уже в свои чаты, в свои закрытые какие-то марафоны исключительно для своих клиентов. Пожалуйста, чай – недорогой продукт. Можно вход сделать как раз-таки за покупку коробки чая. Очень много сейчас вспоминаю компаний, у кого чай продается разный и вкусный, и там травяной, и, ну, чай по типу БАДА, да, биологическая активная добавка. Пожалуйста, вот вам идея, мастерская чая, чайная церемония или какая-то там другая церемония. Можно выдумать все, что угодно, лишь бы это вкусно звучало для людей. В принципе, все. Вот. Я все. Я все. Было ли понятно, было ли интересно, поставьте восьмерочки в чат, кто вообще принял идею марафона игры с командой, с клиентами и понял, что ее можно вот использовать, знаете, везде. Это раскачка партнеров, команды, клиентов, повышение продаж, рекрутинг дополнительный и в клиентскую, и в партнерскую сеть. То есть, это очень классный инструмент. Он игровой, он зажигательный, он энергичный, всегда проходит с пользой дела, всегда полезен в разных направлениях. Вот. Завершаю свое выступление призывом. Сейчас я посмотрю вопросик. Я вижу, что просто в блоке вопросов мало поэта. А, тут просто плюсик. Ну, все, отлично. Ну, ничего, что Динара разговаривала. Знаете, я в течение выступления на некоторые вопросы отвечала вам так, что все нормально, все хорошо. Напоминаю, что можно подписаться на мои соцсети. Вот здесь я вам кьюар-кодике предоставила, свои запрещеночки и контакты. На Ютьюбе я Динара Смирецкая. То есть, если вы перейдете в Ютьюб, я там одна. Динара Смирецкая набираете, и все, там мой каналчик вам появится. Вы можете подписаться на мои соцсети контакта или запрещенный грамм, оставить какой-то небольшой комментарий, какой вашей душе угодно, под постом вот с такой вот фотографией о анонсе конференции MLM на максимум. И я вам пришлю в подарочек. Только обязательно мне в личку постучитесь, ребят, прямо обязательно в личку постучитесь. Динара, жду подарок. К примеру, я вам пришлю видео из своего закрытого командного обучения, основа рекрутинга, основные понятия. Отходы вы тоже сможете взять, много полезного и интересного для контента, для команды, возможно, для проведения марафона. То есть, я уверена, много чего интересного почерпните. Вот. Презентацию вам Руслан вот прислал, ссылочку в чат. Берите, пользуйтесь, ничего там фотографировать не нужно было. Вот все это с вами, мои дорогие, любимые, остается. Используйте, проводите. Также мне в социальной сети можете писать свои отклики. Если кто-то вот марафон проведет в своих командах, компаниях, обязательно делитесь, пишите, как прошло, что почерпнули, какую энергию вы получили. Было страшно, не страшно. Нет, и ВКонтакте. Вот я тут дала ссылочки ВКонтакте, ВИнстаграме. Можете на Ютубе что-нибудь черкануть и просто в личку мне... Просто на Ютубе нет формата личного сообщения, да, то есть там некуда написать на Ютубе, но можете мне потом личку написать куда-то в Телеграм, в ВКонтакте сказать. Вот мой комментарий, не подарок. Вот. Ребятки, всем спасибо, организаторам, еще раз огромное благодарность за такую полезную крутую конференцию. Я со всеми прощаюсь, было очень интересно с вами быть. Спасибо огромное за обратную связь, мне безумно приятно, надеюсь, меня и дальше будут приглашать и будут делиться с вами своим опытом, опытом своей работы. Все. Всем всего хорошего, всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова